Эстетическое бедствие. Целая цивилизация сейчас утращена. Фрамога старинная, две боковых створки старинные, а посередине вот... Изменяли на железные двери, это такая была аферка. А как к этому можно быть вообще неравнодушным? Мастерство дотянулось где-то до второй половины 60-х годов. Ну и я бросился в этот том с головой. Я дизайнер, и я проектирую, сочиняю мебель. При этом параллельно я снимаю профили деталей. Ну есть некоторый нерв, потому что у нас очень бурно, бурно все разрушается и выбрасывается. Никогда мы не думали, что это все так ценно, пока все не стало заменяться чем-то ужасным. Вот эти все пластиковые окна, эти металлические двери какие-то карцерные, вот эти, как на бронзоне, да. Мне было понятно, породу моей делись так, что надо просто делать чертежи. Значит, сейчас как бы снимаем коленку. В шталерном деле все в миллиметрах, но у меня это не важно, потому что у меня идет один к одному просто, я снимаю. Я с 93-го года начал заниматься расселением коммуновок, недвижимостью начал заниматься. И занимался этим лет 15. А потом потихонечку увлекся и, в общем, задвинул я эту недвижимость и с головой ушел сюда. Здесь видны плоды твоего труда. В общем-то быстро. В недвижимости расселяешь квартиру, ну, расселил. Ну, дальше что? Ну, денег на работу. Ну, дальше что? Ну, где-то самому себе надо представлять, что ты какое-то благое дело там сделал, меньше одной коммуналкой стало. Да, ну, это все как-то так и так. Если просто фотография или просто рисунок какого-то предмета, это невозможно попасть точно, нужен именно его профиль. Это главная цель моих армиров. У Яны, ну, вот вы знаете, да, там, у нее архив тех дверей, которых нет ни в одном архиве. Она вот, будучи женщиной уже в возрасте, со стремянкой, с тяжеленным портфелем, ходила вот просто на голом энтузиазме, делала замеры вот эти все. Это же вот, представляете, вот дверь, вот каждый профиль замерить. Вот сделать сначала фотографию, потом замерить все размеры, потом снять вот каждый этот профиль, сделать краке. Ну, грубо говоря, готовый чертеж для исполнения. Нельзя ошибаться ни в ширине, ни в высоте. Вот очень важны высоты разные, ширина обвязок, вот такие вот вертикальные части рам, двери, это обвязки называются, стоевые, там, горизонтальные. Вот все размеры важны. Даже толщина двери важна. Как в жизни, как в одежде, например, да, если у вас у пиджака или там у рубашки чуть-чуть длиннее рукав, какая бы она ни была прекрасная, вы выглядите нелепо сразу. Или там брюки слишком короткие или слишком длинные. Это вопросы пропорции. То же самое здесь. Вот эта форма наличника, это тумбочка у наличника, вот это притвор, а это сама калевка. То есть вот такая рамочка, которая обнесены вот эти все. Вот это вот. А вот это то, что я вам говорил, москвич захотел бы сделать под антиквазу. Сейчас выводим. Ну вот мы сделали с нуля, попросил, чтобы она выглядела как антикваза. Ну, мы сделали с нуля. Она просто выбрасывается. Я вот иногда иду, смотрю, там ребята выгружают демонтажники. Ребята, что вы делаете? Смотрю, там выносим. Я в мешок залезаю, паркет. Я говорю, как вы думаете, что вы делаете? Я говорю, что, мусор выносим? Я говорю, нет, вы деньги выносите на помойку. Я говорю, разве это можно? А это ж машины, переработка этого мусора. А я это все утилизирую здесь. Это еще сохранение экологии, помимо сохранения исторического наследия. Вы видите, там в двух комнатах установленный 14 лет назад паркет. И как он лежит до сих пор. Да, сейчас я вам покажу. Когда его аккуратненько поднимаешь, ну, во-первых, он 2 сантиметра толщиной. Вот эти шпонки все выдергиваешь. Все, да? Потом на циркулярке делаешь вот эту геометрию. Потом на торсовке делаешь вот эту геометрию. Потом на фуганке делаешь базу. И это старое, как я рейс на фуганах. И потом делаешь... В размерах подгоняешь. Получается... На выходе вот такая вот фигня. Вот новый дуб умирает в течение трех лет. Да, там вот эти фенол-альдегидовые смеси, пока происходит химическая реакция. А этот уже вот в этой квартире паркет пролежал 130 лет. И плюс еще 14. 144 года паркета. И он, если при должном уходе, он еще будет стоять еще 100 лет. Была очень впечатляет, когда делали Владимирский пассаж. У нас, да, на Владимирской. Так как геопии уже знали, что меня... Что я занимаюсь обмерами. Меня попросили проконсультировать. Вот я к ним пришла. Они сидят, у них фотография 40-го года, черно-белая. Этого дома какая-то там. Ну просто какая-то любительская фотография, где стоят люди на остановке. Вот этот дом попал в... И они там с лупой пытаются что-то высмотреть. А как его вообще... Как делать эту столярку на этом доме? Все, уже ничего нет. Вот для чего нужны архивные чертежи. Это что можно достать и высадать. С супругом взаимодействие. Ну мы с ним... Ну просто мы с ним единомышленники. Началось вообще забавно. Когда я стал заниматься стройками, мы один или два объекта... Ну как бы я наделал там интерьеры. И в общем-то мы просто разругались в пух и прах. Она сказала, я больше с тобой никогда работать не буду. Ну потом она пообщалась с рядом других прорабов. И теперь она, если заказчик говорит, чтобы она сопровождала проект дальше... Она говорит, только в том случае, если будет делать ремонт Виктора Ивановича. Не потому что не лоббирует мои интересы, мы единомышленники. Как-то у него так сложилось просто, но он же занимается комплексными ремонтами. И постепенно вот эта задача сохранить все, что можно сохранить. Ну как это, собственно, такой европейский подход? Вот Петербург, да, строился уже, когда там архитектура в России достигла своего зенита. Там такими вот известными архитекторами и все прочее. Ну как к этому быть можно равнодушно? Люди приезжают за тысячи верст, чтобы это все посмотреть. А другие люди покупают квартиру и забабахивают стеклопакеты и ставят металлические двери. Потому что им кажется, что стеклопакет — это звукоизоляция, это теплоизоляция. Стеклоизоляция, на самом деле, это просто глубочайшая ошибка. Вот это расстояние, там сколько, 15 до 20 сантиметров между рамами, это как раз и есть самый лучший утеплитель. Но что воздух, то он, собственно, и держит тепло. Ставя стеклопакеты в старый фонд и металлические двери, вы деньги тратите. А восстанавливая окно или старинную дверь, вы деньги вкладываете. Почувствуйте разницу. Дом с совами тоже на большом проспекте Петербургской страны. Вот восстанавливали, создавали окна вот такие дома. Там тоже был пластик. Когда они в пластике, это довольно тяжелое зрелище. То есть у них эти пластиковые подоконники, то есть это как вот, я не знаю, как вот посуда одноразовая. У меня был один столяр, я вам расскажу. Мы делали вот двери на Блохина, дом 3. Но они такие навороченные, со стеклами, с такими, с этими. И вот у меня столяр, который, в принципе, занимался 11 лет столяркой, делал двери, ну такие вот, советские. И он даже не понимал, что он делает. Я ему там говорил, так делать, эдак делать. Но когда дверь подошла под финиш, а он жил в той квартире, снимал комнату, ну когда она еще была без ремонта. Я один раз прихожу, а он спит около двери. Я говорю, тебе что там тесно? Он говорит, слушай, я знаю, что ее везут, я не могу. Она такая красивая. То есть человек, который принимал участие. Но он до самого конца, пока не увидел результат, даже не понимал, чем он занимается. ГОСТ — это изобретение 20 века. Вот эти стандарты упрощения, да, то есть оно отменит, не нужно будет мастерство. То есть сознательно убивали. Почему мастерство убивали? Потому что мастеру надо платить больше. А за простые работы, сведенные к минимуму, это получается дешевле. Большинство прорабов, нормальные люди, образованные, хорошие строители, но они вот приходят, ну что, лепнину, да надо сбить там гипрочек, там натяжные потолочки там или еще чего-нибудь. Я наоборот прихожу и говорю, ой, у вас кусочек остался, какая прекрасная лепнина, надо восстановить. Он у меня стоял в мастерской лет восемь, потом думаю, ну а что ты сделать с ним? И там вот буфеты, что вы видели, мы взяли за образец накладку, вот эту сделали, да? Сделали столешницу и врезали в нее ракурин. Получился, вот, блин, вот, получился вполне себе антиквадрный столик. Или там окна, они там все гнилые, вообще все. Слушайте, ну можно же или точную копию ее сделать, новую, или попробовать отремонтировать эти. А до всяких этих идей стандартизации все делалось по месту, да? То есть вот спроектировали дом и нарисовали к нему дверь, вот так вот он уже исходя, то есть от большого к детали. Я не люблю слово реставратор, потому что при слове реставрация уже само по себе ценник. Вот просто слово реставрация, оно уже сразу занимает, повышает ценник. То есть вот отремонтировать паркет – это 100 рублей, а отреставрировать паркет – это, допустим, 300 рублей. Ну, к примеру, всего лишь на все слово меняешь, и все. Чем отличается, например, работа, когда, ну не знаю, вот, например, людей, которые делают деньги, да? Вот они заработают деньги, а их невозможно увидеть. То есть вот есть какие-то цифры какие-то, можно как-то, но это совсем не то. Вот здесь отличие в том, что вот этот результат – это очень сильный эффект, конечно. Я город, центральные районы все исторические, да, вот эти все. Я вообще воспринимаю как свою деревню, да. Вот здесь я что-то расселял, вот здесь я делал окна, здесь я делал, ремонтировал квартиру, там я еще чего-то делал. Я просто вот хожу как по своей деревне, вот, да, у меня все тут родное, все что-то, где-то я поучаствовал, где-то предотвратил там выбрасывание каких-то дверей или окон. Ну, безусловно, это радует, как бы там само мнение растет, приятно. Вот, посмотреть, во-первых. И причем это не просто, что вот здесь вот сделал, и все. Да, я хожу, у нас много квартир и дверей, которые видно с улицы. Заходить мне надо, просто ходишь, блин, вот это я делал, вот это тут я тоже делал. Ну, прикольненько же, правда? Так что цель вот она такая была, да, конечно, чтобы при благоприятных условиях, чтобы была возможность что-то этого создать, да. Можно сказать, что это была даже своего рода борьба с неврозом, да, то есть это мое абсолютно личное переживание. То есть то, что мне очень вредило. Вот такая совершенно эгоистическая история. Я, наверное, родился под счастливой звездой. Мне в жизни везло, я занимался в жизни только тем, что мне нравилось. И по принципу англичан, что если нет любимой работы, то я любил ту, которая есть. Я не могу работать просто за деньги. Мне это не нравится, мне становится это скучно. Мне сам процесс интересен. Он, конечно, когда ты увлекаешься вот именно процессом, больше денег меньше получаешь. Вот, но зато удовольствие уже тоже надо вас что-то оценить. Ну, или как Кира Муратова в свое время сказала, что когда ее спросили, ну, наверное, это все тяжело, там, это творческие, там, все. Она говорит, да бросьте вы, я занимаюсь любимым делом, мне еще за это деньги платят. Ну, вот я целиком подписываюсь под ее словами. Я занимаюсь тем, что мне нравится, получаю удовольствие, и плюс еще мне деньги платят за это. Ну, это круто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!